Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать идеальный Windows. Практически Windows 12, только своими руками. Прямо как Тони Старк, собравший костюм железного человека буквально из говна и палок. Мы с вами соберем Windows мечты из того же материала. К тому же первый ингредиент уже есть, это сам Windows. Осталось только найти палки. Ладно, ладно, вы и так знаете, что Windows это глючная фигня. Не лучшее, что вы можете с этим сделать, это удалить Windows и поставить Linux. Все, все, шутки в сторону. Я и правда хочу показать вам моды и программы на Windows, которые даже не надо устанавливать, но которые ощутимо ускорят работу компа и исправят основные косяки. Ну и пожалуй не будем тянуть Windows за BIOS, так что поехали. А самое первое, точнее даже нулевое, что вам надо сделать, это конечно же создать точку невозврата во временном континууме. Проще говоря, создать точку восстановления, на случай если что-то пойдет не так. Для этого жмем сочетание клавиш Win plus R и в появившемся окошке вписываем команду System Properties Protection. Открываются свойства системы, переходим тут во вкладку защита системы и выбираем системный локальный диск, на нем типа буквально будет написана система и жмем кнопочку настрой. Тут включаем защиту системы, а потом чуть ниже устанавливаем максимальное использование, в значение где-то 10-15% и жмем окей. Теперь появилась кнопочка создать, нажимаем на нее и вписываем какое-то название для новой точки восстановления, после чего ждем чуточку времени и готово. Считайте, что вы застрахованы, на случай если что-то пойдет не так, то вы всегда сможете восстановиться, но по идее это вам не пригодится и все будет прекрасно работать. Так что начинаем шаманить. И первая программа в нашем списке это по сути база, и это Old Tweaker. Она позволит внести в систему целую кучу глобальных твиков. Например, отключить телеметрию, отключить ненужные службы, отключить виджеты на 11 винде, никому не нужные кстати, убрать скрытые фоновые процессы, удалить мусорные встроенные UVP приложения, которые также никому нафиг не сдались. А еще можно очистить кэш, локфайлы, восстановить например нерабочий Windows Store, или наоборот вырезать его. Есть даже специальная терапия после обновления Windows, которая повторно отключает телеметрию, триггеры, планировщик и все остальное. Короче, суть всех этих манипуляций удалить весь мусор, который есть в винде, и исправить косяки оптимизации. Причем большой плюс именно твикера Old Tweaker в том, что он имеет полностью открытый исходный код. То есть вы можете в любой момент посмотреть, какие именно изменения вносятся в реестр и в систему. Короче, прога топовая, и в ней собраны по сути все твики из других твикеров. Боже, сколько раз я уже сказал слово твики. Ну а ссылочку на скачивание Old Tweaker я оставлю в описании под роликом. Там будет уже собранная, рабочая и проверенная лично мной версия. Ну а дальше, при желании, можете поставить еще такие программы, как Shutup 10++, Windows Update Mini Tool и Dism++. Каждая из них хорошо себя зарекомендовала, и, наверное, вы как минимум о них слышали. Быстренько расскажу, что каждая из них делает. Shutup 10++, несмотря на название, прекрасно работает на Windows 11, и позволяет дополнительно заблокировать телеметрию, Copilot, Cortana, службы геолокации и все такое прочее. Короче говоря, если твикер что-то вдруг пропустит, то Shutup это почистит. Windows Update Mini Tool, или же сокращенно просто WUMT, позволит вам полностью контролировать обновление винды. Блокировать, откатывать, откладывать, менять, удалять, короче, все, что захотите. Ну а Dism++, это если не самая лучшая, то как минимум одна из самых лучших программ для очистки и оптимизации Windows. Но только не путайте ее с говном по типу C-Cleaner. К тому же Dism++ имеет открытый исходный код и прекрасно работает, эффективно вычищая весь мусор из системы. Короче, чтобы было понятнее, это как фейри для посуды, но только для винды. Так, ладненько. Мусор вычистили, службы слежки отключили, и даже чутка места на диске освободили. Уже сейчас винда должна задышать свежим воздухом. А значит, пора переходить на второй этап. И исправить хотя бы основные косяки в системе. Уже для этого, вы никогда не догадаетесь, мы будем ставить на Windows моды. Серьезно, на Windows есть моды. А еще мы поставим защиту от кошек. Да-да, вы не ослышались. Куда же без милоты. Речь идет о небольшой утилите под названием CatLock, которая недавно, кстати, захайпила сильно в интернете. И которая предназначена только для одного. Защитить вашу клавиатуру от шерстяного вредителя. Утилита полностью блокирует клавиатуру, но при этом экран и мышь продолжают работать. Так что ваш котейка сможет спокойно ходить лапками по клаве, и ничего страшного не случится. А чтобы ее разблокировать, достаточно будет просто кликнуть мышкой на полупрозрачном окошке приложения. Ну а самое веселое тут то, что тестировщиком этой программы выступил котейка автора. Вот он, кстати. А ссылочку на CatLock ищите также в описании. Что ж, ладненько, поехали дальше. А дальше у нас установка модификаций на Windows. Ща расскажу, но сначала минутка полезной инфы. На канале я часто рассказываю вам про полезные программы. А разрабатывают их программисты и IT-компании. И если вы сами программисты или IT-шник, ну или как минимум хотите быть ближе к сфере, то один из способов весело использовать и провести время, это посещать IT-конференции. И, например, уже 20 июля в Москве пройдет конференция Avito All Day Long. Там вы сможете пообщаться, понетворкать, сыграть в квиз и даже остаться на автопати. Сама же конференция включает в себя доклады и дискуссии по трендам индустрии. Будет спич по хард и софтски лам, вы узнаете про лоу-коуд, бэкэнд-драйвен-юай, мл-опс с нуля, а также будет обсуждаться решение конфликтов продуктов и тимлидов. К тому же там вы сможете пощупать технологические инновации. Такие продукты теха, как Эмси, Авито Плата и Трисигма. На конфе для этого будут представлены демо-станции. Короче, большой день в большом техе. Не забудьте, 20 июля в центре РБК. Также обязательно нужно будет зарегистрироваться на сайте для участия. Ну а ссылочку я оставлю в описании под роликом. Так вот, дальше у нас идет программа Виндхавк. И это по сути как Нексус Мод для игр, но только для винды. Тут собраны и постоянно обновляются сотни различных модификаций, которые можно установить буквально в один клик. И например, тут есть мод на темную тему для блокнота и для пейнта. Есть мод на блокировку ненужного сочетания клавиш Win плюс F. ХЗ вообще, зачем оно нужно? Мод, блокирующий группировку окон на панели задач, чтобы каждое окно отображалось отдельным значком. Или вот мод под названием Sleek Windows Arrangement, который буквально поменяет ваше представление о перетаскивании и закреплении окон Windows. С этим модом это будет работать как будто бы они скользят, а еще они будут друг к другу примагничиваться, ну или к краям экрана. И на самом деле это очень удобно. Еще есть мод Taskbar Volume Control, который без всяких программ позволит менять громкость колесиком мыши просто при наведении курсора мыши на панель задач. И это только несколько примеров, а таких модов в программе сотни, если даже не тысячи. Их даже можно как-то дополнительно настраивать после установки или даже при желании создать свой собственный мод. Ну а сама программа WinHawk полностью бесплатная. Но ее правда придется установить, но я проверял, она почти не жрет ресурсы. Всего каких-то там 3-4 мегабайта оперативки. И по сути это ничего. Так что если вы захотите поставить себе моды на винду, а вы по-любому захотите, то ссылочку на WinHawk я оставлю в описании под роликом. Еще на этом этапе можно поставить дополнительные программы и утилиты, которые так или иначе исправляют косяки винды и добавляют функции, которых в ней изначально не было и до сих пор почему-то нет. Однако ставить их или нет решать только вам. Ну а я просто приведу несколько годных вариантов. Google Пикассо полностью заменит вашу программу для просмотра изображений. Она работает в разы быстрее любого встроенного просмотрщика. Так еще и ничего не жрет по ресурсам. Audio Device Switcher решит проблему переключения аудио устройств. Теперь это можно будет делать через горячие клавиши. Очень удобно, если у вас, например, сразу наушники плюс колонки. Win10 Brightness позволит регулировать яркость каждого монитора по отдельности. Для этого в 3 появляется значок регулировки. И это максимально полезно, если у вас много мониторов. Win Dynamic Desktop реализует на Windows динамический обои из macOS. И в зависимости от времени суток пейзаж на фоне рабочего стола будет меняться. Днем светло, ночью темно. Непонятно, почему этого до сих пор нет на винде из коробки. Taskbar Groups позволит расширить функционал значков на панели задач. И в частности, вы сможете их группировать. И выглядит, и работает это очень даже хорошо. Bulk Crab Uninstaller полностью заменит и автоматизирует процесс удаления программ с компьютера. Он позволит удалить софт, что называется, с корнями. И при этом эффективно удалит сразу всю выбранную пачку софта. Процесс Хакер заменит вам диспетчер задачи. В нем есть поиск по процессам, сортировка, сбор статистики и куча других полезных функций. После его установки про стандартный диспетчер тупо забываешь. Alt F4 – супер мелкая утилита, которая тем не менее добавит важное сочетание клавиш, а именно особую версию Alt F4, при нажатии на которое активное приложение будет принудительно закрыто. И это бывает полезно, когда какая-то прога или игра намертво зависает. Copy Dialog Lunar Lander – это мелочь, но приятная. Утилита добавит мини-игру в окно копирования файлов. И если этот процесс у вас затягивается, то так вы сможете скоротать себе время. Ну и так продолжать еще можно долго, но это я уже предоставлю вам. В описании я оставлю ссылочку на видос с подборкой 100 крутых программ для Windows. Обязательно посмотрите его, возможно вы найдете что-то годное для себя. Ну а на этом готово. Теперь можно смело сказать, что у нас в руках идеальный Windows. В нем нет мусора, нет телеметрии, нет слежки, нет ничего лишнего. А еще в нем исправлены основные косяки и улучшен функционал. И даже появилась целая куча новых функций, которых скорее всего не будет даже в 12-й винде. И при этом большую часть софта мы вообще не устанавливали, а значит не добавили нового мусора. А те программы, которые все-таки пришлось установить, работают буквально на парочке мегабайт оперативной памяти. Так что результат как минимум хорош. Ну а вы пишите в комментариях какие-то свои советы и приложения и предложения. Возможно я что-то упустил и для какого-то софта есть более годная альтернатива. В любом случае ставьте лайки и подписывайтесь на канал, я старался. А если еще и включите колокольчик и комментарий напишите, то мое вам почтение. Все это сильно помогает продвижению ролика на ютубе. Удачи и всегда помните, лучший Windows это Linux.